Библейский портал экзегет.ру представляет Лекция записана специально для портала экзегет.ру. Перед вами преподаватель Священного Писания Нового Завета Средневской Духовной Семинарии и романах Ириния Пиковский. В сегодняшней беседе мы продолжим рассказ о Нагорной проповеди, продолжим беседу, которую начал Господь перед учениками на горе, на месте равни. Сегодня речь пойдет о том, что Господь говорил после заповеди блаженств. Как в Евангелии от Матфея развивается Нагорная проповедь после заповедей блаженств и далее. Изображение заповедей блаженств по Евангелию от Матфея имеет ключевую роль для того, чтобы нам приступить к разговору о новозаветной этике. Итак, как мы уже сравнивали Евангелие от Матфея с Евангелием от Луки, и прежде всего говорит Евангелист Матфея нам о некой новой праведности, о праведности, которая должна превысить праведность книжников и фарисеев, о неком новом толковании законов. И последующие высказания в Нагорной проповеди, они также подчинены этой целью. «Вы — соль земли», — говорит Спаситель. «И если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Что такое соль? Соль — это вещество, которое предохраняет от порчи. Соль использовали наши соотечественники, жители Святой Руси, когда нужно было сохранить продукты питания на зиму. Например, засаливали рыбу, мясо, делали разные солености из овощей, и этим самым продукт как бы консервировался. Не имея холодильников, используя лишь только погреба со льдом и соль, древнерусские люди могли обеспечить пропитание на протяжении всего года для своей семьи. И по определению, это вещество не должно терять свои силы. Исследовательно, в устах Спасителя есть какой-то афоризм, в котором человек должен увидеть какую-то более высокую логику. Соль силы не теряет, но если она потеряет, то что может сделать ее снова соленой? Подобные высказания были и у иудийских учителей первого века. И этот афоризм прочно вошел в устойчивый обиход, как некая аксиома. Соль не может потерять силу. Но Господь говорит о том, что все-таки это возможно. Итак, если соль потеряет силу, это обращение прежде всего к ученикам. Поэтому, если вы потеряете веру, если вы потеряете свою внутреннюю крепость, то как вы ее снова восстановите? В этом звучит некоторое предостережение к тому, чтобы мы должны сохранять некую внутреннюю крепость, держаться за веру. Потому что если мы потеряем то, что Господь через свое слово в нас вживил, то трудно и крайне трудно будет вернуться в исходную точку и снова продолжить восхождение к Богу. Второе высказывание «Вы цвет миру». В этом звучит некоторое утешение, некоторая надежда. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Все три евангелиста, Матфей, Лука и Марк, говорят нам об этих высказываниях. О том, что вы — соль земли, которая предохраняет землю от нравственного разложения. И о том, что вы — свет миру. Это обращение к ученикам Христовым, ко всем христианам в общем смысле этого слова. Итак, Господь нас ставит на посвечник, показывает нас как образец. Мы через свою жизнь узнаемся, как христиане, и люди, далекие от веры, в христианах узнают самого Христа. Но светить мы должны прежде всего через наши дела. И в этом очень важное продолжение тех мыслей, которые были в заповеде блаженства сказаны. «Очистив себя от нравственной почвы, став теми, которые консервируют землю от разложения, мы должны идти и творить добрые дела». Блаженный Иероним на этот счет говорил так. «Спаситель учит верности в проповедании, чтобы апостолы не скрывались от страха, но с полной свободой отдавались тому, чтобы провозглашать на кровлях то, что слышали в потаенных местах». После слов о том, что вы свет миру, Господь говорит такую фразу. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить». Мы видим, что и родители Иисуса Христа, Мария Дева и названный отцом Иосиф Обручник, то есть те, которых называли родителями Иисуса Христа. Его ближайшие родственники и сам Христос исполняют заповеди Моисея. «Иосиф, названный отцом, был мужем праведным». Слово «праведный», «праведник» нам намекает на еврейское понятие «цадик», то есть тот человек, который соблюдает закон. Греческое слово «дикаёс» намекает нам на некую юридическую составляющую этого слова, то есть тот, который в полноте, по букве исполняет закон Моисеев. «Праведным мужем был брат, родственник по плоти Иисуса Христа Иоанн Предтеча». «Праведный Симеон» встречает младенца Иисуса в храме. Мы видим, что родители Иисуса Христа посещали храм на великие праздники, и в 12-летнем возрасте Иисус вместе с ними отправляется из своего дома в Иерусалимский храм. Он беседует с учителями, но как только его зовут родители, юноша Иисус оставляет их, чтобы исполнить заповедь Божия о почтении к родителям, и следует с ними домой. Мы видим, что Иисус Христос вкушает пищу, соответствующую еврейским предписаниям о кашруте. О чистой еде. Он предлагает своим ученикам хлеб и рыбу у Галилейского моря. Он ест фрукты, зерновые. Мы нигде не видим, чтобы он нарушал заповеди Моисея. Он в субботу появляется в синагоге, чтобы учить о том, как правильно исполнять субботу. Он, будучи еще маленьким-маленьким ребенком, был обрезан по закону Моисееву. Итак, не нарушить пришел он закон, но исполнить. Во Христе исполнение закона. Он совершение закона. Слова исполнить и совершить стоят в одном ряду. Христос, по мнению святых отцов, и есть исполнение закона. Итак, ни одна черта, ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все, пока не совершится все. Последние слова Спасителя на кресте, когда Он предавал Дух Отцу, и были эти слова. Совершилось. Во Христе закон Ветхого Завета находит свое полное исполнение, совершение. Итак, Господь является исполнением закона. И как же нам понимать следующие слова? Кто нарушит одну из всех заповедей малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Это действительно одна из пререкаемых фраз, которые ставятся в укор христианам. Но как же, вот смотрите, Господь говорит о нарушении Тары Моисея. Кто нарушит одну из этих заповедей и так научит людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что нет. Здесь, возможно, неверное толкование. Дело в том, что под Царством Небесным Христос нередко подразумевает не только благо будущего века, но и само время воскресения и страшное Христово пришествие второе. И, следовательно, когда речь идет о неком нарушителе закона, это не означает, что он займет какое-то пусть и последнее на все же место в раю. Но посвятителю Иоанну Златоусту тот, кто не будет соблюдать заповеди Божии, тот пойдет в гиенну. Он будет малейшим на суде во время Второго Христового пришествия, когда Господь придет во славе со святыми своими ангелами и рассудит человечество по его делам. Далее Христос говорит о новом законе, об убийстве, гневе, о примирении, о прелюбодействии и разводе. И мы видим, что эти высказывания, они начинаются со следующих вводных фраз. «Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам». Есть шесть высказываний, которые начинаются с подобной фразы. «Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам». Их по-другому называют антитезы. Есть какой-то тезис. Например, «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Итак, к какому-то определенному тезису, высказыванию, которое на слух понятно окружающим Иисуса ученикам, Господь противоставляет свое толкование. Он не отменяет сказанное ранее. Но мы видим, что Он как будто спорит с подразумеваемым собеседником, с тем, кого мы могли бы назвать неким учителем, фарисеем вполне возможно, который предлагает альтернативное, иное толкование. Разберем одну из этих антитез более подробно. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Итак, мы знаем из традиции, что Моисей по жестокосердию позволил составлять некие разводные записки иудеям. К сожалению, во времена Иисуса Христа, по всей видимости, это уже стало популярным поводом для того, чтобы развестись со своей супругой. В некоторых высказываниях Мишны, древнейшей части Талмуда, мы видим, что случались разводы даже тогда, когда жена пересолит суп. И это могло быть угодным, и это могло быть поводом, чтобы муж не нашел благоволения в глазах своих от своей жены и подал на развод. Господь словно возвращает нас к изначальному принципу, что Бог сочетал то, что человек да не разлучает. И более того, он вводит свое толкование, которое, по сути своей, более строгое даже, чем то, что предлагал Моисей, ну и последующий толкователь среди иудеев. Не только прелюбодействующий, но уже и смотрящий с вожделением в своем сердце нарушает закон. На этот счет святитель Афанасий Великий давал такое толкование. Прелюбодействует с женою тот, кто согласен на дело, но препятствует ему или место, или время, или страх перед законом. Вот что мы можем назвать прелюбодеянием сердца. Конечно, любой взрослый человек или молодой человек, студент университета, может спросить, «Ну вот, батюшка, как это возможно, юноше в расцвете сил здоровому, биологическим, зрелому человеку не смотреть на женщину с вожделением? Ведь ясно, что ему может понравиться какая-то девица и попасть в какой-то помысл, но, может быть, не очень благочестивый ему в ум и в сердце». На этот счет вернемся к словам святителя Афанасия Великого. Итак, сам по себе помысл не является прелюбодеянием, но прелюбодеянием он в сердце становится тогда, когда человек его в себе развивает, начинает об этом много думать и даже строит какие-то планы. И вот когда человек уже выстроил стратегию, и здесь мы можем подразумевать не только мужчину, который тянется к женщине, но и в равной мере и женщину, которая притягивается к мужчине. И вот когда он или она уже в сердце своем настроились на то, чтобы совершить грех, тогда мы можем сказать, в сердце уже совершается грех прелюбодеяния. Итак, Господь возвращает мысль слушателей к изначальному принципу. Что Бог сосчитал, то человек да не разлучает. Далее следует еще антитеза Нагорной проповеди. Всего их шесть. Например, о клятве. Вы слышите, что сказано о древнем. «Не приступай к клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои». Ну, кто-то может сказать, что Господь своим высказыванием отменяет клятву. Потому что мы у Него находим такие слова. «Но да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх того от лукавого». По всей видимости, клятвы в первом веке уже потеряли какой-то свой энтологический смысл. И окружающие Христа люди, обычные рядовые жители Палестины, злоупотребляли этим. Дело в том, что о клятве мы находим многое в Ветхом Завете. Клятва использовалась. Например, она могла облекаться в такие формулы. «Бог досудит между нами», «Доживет душа твоя», или, например, очень резкие высказывания «Клянусь жизнью». «Жив Господь», «Жив Господь и жива душа твоя». В книгах царств мы находим очень много примеров таких высказываний. Но Господь запрещает клясться ни землей, ни небом, Иерусалимом, потому что все они намекают на имя Божие. Итак, вполне возможно, что клятвы в первом веке они все же существовали. Но чтобы не нарушить заповедь «Не произноси имени Господа твоего понапрасну», жители Палестины клялись тем, что так или иначе было связано с Богом, но не содержало имени Божие. И поскольку эти клятвы пусты, Господь об этом говорит. Но попробуем присмотреться внимательно. А запрещает ли Господь Иисус Христос всякую клятву? Этот вопрос немаловажен, потому что и в наше время нужно давать какие-то обеты. Ну, например, врач, как говорят, дает клятву Гиппократа или военнослужащий присягу перед своим правительством. Он дает все-таки клятву, чтобы охранять свое отечество, военнослужащий. И медик, и учитель, и представители многих других профессий, и даже при вступлении в брак, муж и жена должны пообещаться друг другу. Итак, некие образы, некие принципы, клятвы, то есть заверения друг другу в верности, они присутствуют и до сих пор. Отменил ли Господь все-таки клятву или нет? Попробуем в этом разобраться, присмотревшись к другим местам Священного Писания. Когда привели на суд Иисуса Христа, первосвященник его спросил, «Заклинаю тебя Богом живым». Это была одна из форм вопроса, которая требовала некого клятвенного заверения со стороны подсудимого. И так идет суд, подсудимый Иисус Христос, его как бы под клятвой спрашивают, «Ты ли сын благословенного?» Христос отвечает, «Ты сказал». Он использует типовую формулу ответа и, по сути дела, отвечает «да». Итак, посмотрим на то, что говорит апостол Павел о клятве. Он говорил неоднократно в своих посланиях о том, что он не лжет, призывая о себе свидетеля Бога. «Свидетель мне Бог, что я не лгу». Мы видим такие фразы в послании к римлянам. Или «Истинно говорю во кресте, не лгу». Или в послании к римлянам мы найдем такие фразы. «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу». В послании к галатам, филиппийцам, фессалоникийцам и других у апостола Павла мы многократно встречаем эти обращения к Богу как заверение тому, что он говорит не ложь, но возвещает истину свыше. Итак, запрещена клятва пустая, легкомысленная, но Господь не запрещает присягу Отечеству, не запрещает обращение к Богу Отцу, когда нужно заверить слушателя в том, что ему, говорящему, что-то от Бога свыше дано. Антитезы продолжаются. Господь запрещает месть. Он запрещает не только месть, но и звучит провокационная фраза о том, чтобы мы не противились злому. «Не протився злому» Матфея 5,39. На основании этой фразы возникли целые школы превратного толкования священного писания. Философ и религиозный мыслитель Иван Ильин упрекает Льва Толстого в превратном толковании этой фразы «Не протився злому». В своих очень ярких полемических статьях он говорит, но как же, если ты будешь идти по улице со своей супругой и нападет разбойник на твою жену, будешь ждать, пока ее изуродуют, искалечат, над ней надругаются, соблюдая превратно и мнимо слова спасителя «Не протився злому». Но нет, напротив, злу нужно противостать, его ограничить, чтобы оно как паразит не распространялось в мире. Итак, в этих высказываниях Ивана Ильина мы видим полемику с Львом Толстым. Мы видим полемику с самим принципом подхода к толкованию заповедей Христовых. Иван Ильин возвращает нас к словам апостола Павла. Апостол Павел говорил о том, что начальник, то есть страж порядка, есть Божий слуга тебе на добро. Если делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. Итак, выражение «Не протився злому, но кто ударит тебя по правой щеку, поставь ему и другую», не означает, что мы должны буквально следовать этим словам. Мы должны их духовно воспринимать. Сам Господь, когда его ударил слуга первосвященника, он его спросил. Он его спросил, «За что меня бьют?» Итак, первое. Господь предлагает все-таки вопрос. Разобраться. В чем причина совершения этого зла? В чем причина оскорбления? Второе. Мы видим, что в словах Спасителя есть обращение к тому, чтобы разобраться в отношении того, насколько справедливо это оскорбление, и как мы должны ему воздать. А в частности, в Евангелии от Матфея есть следующие слова. Я переведу их в пересказе. «Если оскорбит тебя твой брат, или согрешит против тебя твой брат, скажи ему наедине, если не послушает, призови святителей, если же и после этого не исправится, скажи церкви». Итак, мы видим, что в Евангелии от Матфея уже присутствует даже некоторая процедура церковного судопроизводства. Итак, когда речь идет о том, чтобы мы не судили и не осуждали, нужно четко разобраться в том, в чем разница между судом, который ограничивает преступника от зла, его изолирует с тем, чтобы человек, не умеющий управлять своей волей, не натворил плохих дел в обществе. От осуждения, то есть тем грехом, который поселяется в наших умах и нас путеводит, и нас двигает к распространению зла. Осуждение – это то состояние нашей души, когда мы затаиваем дурную мысль. Преподобный Паисий Святогорис говорил, некий помысел в себе затаиваем и им услаждаемся. Когда мы зло раствуем, когда мы помним зло, злопамяствуем, когда мы творим зло, мы совершаем злые поступки в силу того, что сами в уме своем это замысливаем. И вот об этом, наверное, говорит Господь нам, когда предлагает нам поставить правую щеку, когда нам сбьют по левой и наоборот. В антитезах есть следующие слова. Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Господь предлагает нам, чтобы мы любили и благословляли не только тех, кто нам творит добро, чтобы мы любили и благословляли даже тех людей, которые нас ненавидят, даже тех людей, которые нам творят зло. Он предлагает нам исполнять заповедь Божией о любви всецело, направляя любовь и к тем, кто нам дышит неровно. И завершается учение, завершается первая часть Нагорной проповеди словами о милостыне. Словами о милостыне, которая нами должна твориться в тайне. И тогда, когда мы очистили свое сердце, когда мы настроились на то, чтобы быть миротворцами, когда мы увидели, как мы должны исполнять заповеди Божии, мы направляемся, путеводимся к тому, чтобы не показывать другим, не творить нашу милостыню лицемерно, но делать ее в тайне. И тогда Бог, видящий тайное, воздаст нам явно. О продолжении Нагорной проповеди мы поговорим с вами в нашей следующей беседе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok